здравствуйте дорогие друзья уважаемые зрители моего блога канала моего и я сейчас хочу вам рассказать о двух уникальных наших продуктах а хренадерки и ткемали да это скажем не только информативный такой ролик информационно обучающий скажем но и конечно рекламный поэтому поскольку наша продукция кто вот не любит рекламы у кого на нее аллергии просто не смотрите ну вот у меня есть в моем канале на ю тубе несколько плейлистов там есть отдельный по продуктам вот я его туда разместил этот ролик поэтому он специфический он именно для тех кого и в общем просто кому интересно тема по продуктам тем более живым сыроедным тем более очень вкусным а это два уникальных наших соуса которые придумал разработал в общем-то я но по крайней мере ткемали из кизила это не вареные тем более не слива а кизила где основа я про него расскажу чуть дальше вначале про хренадерку сейчас я вас переключу на слайд-шоу буду показывать фотографии рассказывать ну и вначале просто скажу что если будет интересно вот на нашем сайте надgar.com кстати вот сейчас есть в каталоге раздел по продуктам и там есть какой подраздел заготовки есть разные позиции в том числе вот хренадерка например чтобы понять где найти так ну а теперь переключаемся на слайды перед вами уже запакованные в баночке как мы это делаем по 0 4 литра и храним в холодильниках при нуле плюс 2 3 кстати при такой температуре и мы проверяли срок хранения более года за счет естественных скажем так антисептических свойств чеснока хрена безусловные соли а мы используем красную гималайскую соль здесь конечно очень длительный срок хранения и даже больше мы просто дольше не хранили а вот но мы делаем всегда к нашим выставкам ярмаркам да и вообще его разбирают быстро делаем постоянно да конечно сырье очень дорогое и в общем-то цены мы не меняли давно значит цена тем не менее осталось как была а вот собственно горе ингредиенты особенно зимой ох 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 как дороги сейчас мы по ним пройдемся я вам расскажу во первых из чего состоит как делаем когда-то еще моя бабушка очень давно своем детстве я помню делала что-то похожее в принципе были свои пропорции свои ингредиенты вопрос еще в качестве этих ингредиентов ну я вам сейчас расскажу что используем и кстати вот как выглядит а вот эта хренадерка где чуть больше в пропорции хрена чем то что вот здесь в баночках но она очень ядреная это вот у нас было очень много конечно же экспериментов я брал старых бабушкин рецепт делал свой подбирал сорта томатов перцев а тут ходит еще сладкий перец состав тогда это небольшая чуть-чуть сладиночка такая получается крошечная ну и дает свой особую гамму вкуса да а вот здесь хрен причем мы берем хрен с абхазии мы его сезонно берем раз в год горный дикий хрен он имеет особый определенный аромат и вкус вот конечно с нашими не сравнится ни с какими хренами а тем более дикий да вот он очень ядреный и поэтому мы делаем его мы его ферментируем вообще конечно свое есть секреты секрет ферментации есть но я вам скажу что год происходит целый год мы его ферментируем он уже идет перемешанный в определенной пропорции с красной гималайской солью которую как вы знаете кто ролики мои смотрел не дает вот этого осадка красного то есть это не смешанная с кирпичом но я так условно или с химикатами какие-то натуральная гималайская с пакистана соль вот и она ферментируется без доступа кислорода определенным образом в холоде в темноте вот и дальше идет мы берем всего ведь на самом деле тут ну по сути свои четыре ингредиента да но 5 это чеснок это хрен это томаты особый перец и соль красной гималайской ну вот что касается значит томатов на данной картинке показано наше из моего вот эко поселение основателем который я являюсь из картышиной торжевский район тверской области фотографии значит ну мы я говорю я более ста сортов томатов перепробовал и остановился на нескольких то есть можно сделать конечно из любого конечно но все равно будут разные вкусы почему те кто пробует наш таким олег это просто что-то или хренадерку что это что-то особенное но в соломе просто перевозим так чтобы они не мялись не бились и хранится лучше даже приходилось когда-то вот я покажу это же мы раньше получали когда санкции против россии не было из евросоюза вот шли но своих не хватало зимой томатов и мы брали вот такие из европы bio видите bio organic натуральные вот то есть но это так решил показать вам либо в крайнем случае у меня азербайджанские с определенных хозяйств собственно говоря у нас там есть знакомые которые зелень поставляют там зимой самолетами быстро прям раз раз и все так сказать ну конечно они очень дорогие и безусловно стоимость себестоимость высока ну по сути дела это вот мы не меняем стараемся но это так сказать вот не совсем правильно то есть сейчас даже не выгодно а перцы вот это наши ну сорта клаудио как аду и другие толстостенные очень сладкие хорошие красные перцы чтобы цвет не уходил был такой яркий насыщенный ну и вот они в общем то конечно наиболее подходит тем более сладости много в них красных вот а здесь вот значит чеснок с наших хозяйств то есть это либо либецкая область либо тверская вот в основном оттуда идет выращенный очень богатый плодородный и такой почве знаете либо это биогумус либо вот типа сапропель когда с озер возится с плодородный слой перегнивший органики да вот и вот на ней значит мы выращиваем очень хорошие старые сорта чеснока ну вот ну вот он режется ноется ну естественно потом определенных пропорциях вот смешивается все это в таких мясорубках сейчас очень огромный мощный трехфазной промышленной мясорубки с низкими оборотами но просто очень мощный мы используем ничего не нагревается хрен вот такой вот да его очищается он потом режется на кусочки собственно говоря получается некая такая видите идет поток то томатов то перемешку хрен чтобы он продавливал как говорится друг друга и чеснок ничего не застревала попеременно и вот равномерная такая масса с солью как раз соль крупный у нас идет она очень хорошо проталкивает чистая то что конечно мука некоторые ингредиенты на особенно чеснок как застрянет за счет своих пленочек там мясорубки так и томаты его понятно они мягкие не проталкивают ну хрен разве что застрянет хрен так это ужас но вот приходится очень хороший нашли способ солью просто проталкиваем крупный а пропорции это известно ну сейчас немножко это сложнее то что у нас соль ферментируется вернее хрен с солью вот получается вот что-то по коже правда я говорю здесь пропорции больше хрена было он должен быть более красный но как вот вы видели баночка в тех вот вот такой вот должен быть цвет вот ко всем выставкам которые мы раз в месяц как правило сейчас проводим ярмарка в москве мы всегда привозим очень рекомендую всегда смотреть за объявлениями по ярмарке если у вас есть возможность если вы из москвы приезжайте но из другого города мы отправляем другие города кстати независимо от температуры на улицу если плюс 40 только конечно ну мы их упаковываем там в термофол специальную защиту а если минус на улице то держит до минус пяти не замерзает в общем то опять таки мы отправляем любые города россии идет очень хорошо потому что это естественный консервант натуральный а вот давайте теперь посмотрим второй наш уникальный чудесный продукт обратите внимание вас в банках сзади в килограммов стоит у нас кизил но вообще я вам так скажу конечно кемали классические известные всем делается из слив это из варенок да ну поскольку у нас живые вкусные соусы в том числе кстати любой человек любой кто пробовал наши вот эти два еще есть аджика такая очень с дикими травами маленьких баночка говорят это ну просто это что-то особенное там любые салаты неважно человек веган сыроед или просто ест все подряд мясо чего угодно вот любой человек поезд скажет это безумно вкусно и кстати дорогие друзья вот не поленитесь сейчас у нас проблема с разделом в надgar . com вот у нас такой есть отзывы но вообще делаем новый сайт и здесь у нас только старые не можем вложить пока отзывы новые кстати дорогие друзья не поленитесь почитайте хотя вот эти старые отзывы о наших продуктах всех то есть весь наш подход общий он вот такой единый почитайте что люди пишут а я вас дорогие друзья прошу кто брал наши соусы кто смотрит этот ролик сейчас но не поленитесь черканите пару слов вот от кемали нашим а хренадерки о чем-то другом внизу прямо в чате под видео я вас очень прошу и после другие люди вот тоже почитают послушать что это не просто я вот выпендривать что-то не то говорю ну а свои ощущения да напишите вот смотрите теперь по кизилу значит мы заготавливаем кизил вот давайте я покажу он приходит у нас с абхазии экологически чистый с мест горных с мест где выращивают свой кизил там деревья старые растут и ничего не применяют десятилетиями то есть вообще ничего не применяют от ни поля не какие-то там промышленные масштабные этого ну как мы сухофрукты получаем там таджикистан узбекистан с горных и в общем то улов где просто в теневая сушка собирают как вот деревья сто лет растут вот они так собирают вот тоже самое с кизилу значит смотрите конечно с ним идет много стадии отбора от веточек от этих понятно их же сберут чтобы он доехал чуть-чуть красным то есть не дозрело а иначе он просто не доедет поэтому веточки плодоножки отрываются вместе порой с ягодами то есть надо сначала их оборвать ну промыть понятно потом оборвать а вначале еще отсортировать более темные вот эти газа зрелые ягоды то есть проходят знаете как вот ягодки маленькие по 23 грамма весом штука на вот каждую ягодку то есть их надо 3-4 раза идет у нас отбор более темные а это дозревают в тепле лежат потом еще пересортировка еще и еще раз то есть этот кропотливо а потом посмотрите сами внутри каждой самой ягоды косточка семечка она ну примерно занимает половину самой ягоды по весу чуть больше половины и вот это все надо вручную очистить то есть получается один грамм с одной ягоды то есть килограмм чтобы начистить а это вручную только можно сделать это не круглая вишня где-то машина существует который давит и вы выдавливают эту круглую косточку и она продолговатая здесь поэтому ручная идет работа вот просто вы понимали насколько это сложно это очень дорогой в производстве вот кизил просто безумно именно из-за этого то есть тысячу ягод надо вручную чтобы вот отобрать что килограмм только лишь в килограмм сырья получился а потом вот этот килограмм сырья вот он тысячи ягоды тысячи тысячи в каждой банке такой вот в определенной пропорции а здесь составе я провел сотни экспериментов это я разработчик этой технологии то есть полностью вот причем даже мы в свое время в ресторан из такой в москве называется он пушкин там главный ну шеф-повар он пробовал да я такого сделать не могу реально сказал просто ну не могу повторить и никто это точно не повторит но здесь 25 ингредиентов специи такие как только четыре вида перца включая белый там каенский черный красный и значит плюс к тому значит вот еще там паприка одна используется ну и к тому же и хмели сунели узко сунели и много других специй которые мы сами делаем даже разбиваем размалываем мускатный орех там идет составе чуть чуть видите крупная соль это красная гималайская соль розовая используется и в определенных четких пропорциях конечно же это чеснок это вот сама ягода понятно всего 25 ингредиентов получается нечто просто божественное и вот кто пробовал его напишите не поленитесь вот представляете какой вот это вот труд колоссальный труд это создать это вот такое чудо получается но это вот ингредиенты некоторых специй некоторых тут вот так у нас заготавливать этикетки мы хотим сделать в этом году уже чтобы банки продавались такие у нас может быть будем стекле делать в магазинах но там нужна презентация такой особый кстати знаете сколько хранится он из-за того что мощнейшими уникальными антиоксидантными свойствами обладает сама ягода кизила и плюс те специи два года в холодильнике два года без изменений вообще но у нас его часто не хватает берут заказывают много а ну понимаете это безумно трудоемки работ мы баночек там 40 50 максимум там максимум к ярмарке сделаем потом может быть какое-то количество еще сделаем у нас там есть но больше половины времени в году у нас его просто нет в этом году слава богу успели заготовить много ягоды сейчас у нас вот некие запасы есть кстати салаты любые вот например кстати я расскажу потом еще про салаты может быть сделаю но не то что рубрику отдельно какие-то видео буду снимать пишите интересно вам это или нет даже у меня многие спрашивают какие масла с чем сочетаются тут вот авокадо например лук репчатый кедровый орех значит вот определенные там разные виды масла масел ну хотя бы льняное там конечно лучше органовое но можно и кунжутное и огурец другие ингредиенты вот тут применяется малосольный еще огурец кстати с вот этой капустой цветной очень вкусный получается салат да вот такой кстати туда добавить если кизил о чем я говорю кемали верни наш из кизила то вот уже соответственно солить салат не надо ну кто вообще солит соли совсем мало получается потому что из-за специи из-за самой кисло-сладкого вкуса а тут еще сироп топинамбура я вам скажу в кей то что вот кизил наш кемали из кизила там ведь все вкусы вот кислый терпкий сладкий соленый то есть все по аюрведе это такой ценный продукт как многие пишут что любой салат любые вообще продукты с ним получается безумно вкусными вот вам и разнообразие колоссальное то один то другой то третий соус есть еще аджика такая да у нас очень острое мы там ее надо на кончике ножа на салат уходят а соли совсем мало получается вот и как соль вредно все знают но ее тут настолько то есть вот пол чайной ложечки на миску салата но в этой пол чайной ложечки соус там соли вообще 0,0 вот ну и так далее про салаты я как-нибудь сделаю обязательно расскажу я сам люблю их экспериментировать делать и вот кстати еще про пару троечку продуктов немножечко так в конце вот сейчас я вам покажу во-первых сейчас просто ленимся не успеваем вот такой уникальный маринованный лук со следующего года ну как с сезона с конца 17 будем делать опять это наш лук выращенный в данном случае в картошного к поселению моем хозяйстве тут вода родниковая соль тут масло как правило льняное но там иное тоже применяем вот сироп от аминамура немножко он кисло-сладкий такой получается маринованный но сыроедный живой без всякого уксуса уникальнейший просто уникальный лук вот будем такое делать просто сейчас руки не доходят вот делаем такие малосольные огурчики где тоже применяем наши вот собранные и листья вот и дубовые видите и смородины и укроп наш ну туда в случае была осень сушеная так зеленый и чеснок и острый перец тут ну и другим ингредиенты конечно безумно вкусным тоже получается а вот маринованные без уксуса есть уникальная технология когда применяется старинная технология либо ягоды на брусники либо клюквы и кстати он получается красный мутного осадка вообще не получается они хрустящие прекрасные но тут конечно и дубовые листья еще ингредиенты кое-какие но гвоздички немножко но посмотрите вот год даже простояв банка вот такое имеет светлый но розоватого цвета раствор и вот огурцы маринованный просто уникальный в таких вот мы делали раньше заготовки я надеюсь с этого года тоже будем делать хотя заготовок у нас на самом деле много посмотрите в трех литровых банках разные посмотрите у нас в прайсе в общем прайс-листе это все выращено в картошина в эко-поселении в моих теплицах и на открытых грядках и вот сделаны заготовки причем я как-то даже посмотрел часы мы поставили цены на них какие-то просто смешные вот я был в меге тут как-то в химках подмосковье там лавка лавка выставляет и там есть фермеры которые там там 900 рублей 800 банка трехлитровая ну блин на самом деле конечно правильно если это очень качественно сделанные очень ну скажем тяжелая непростая работа ингредиенты правильность подготовить с душой главное чтобы халтуры нигде не было ни на каком этапе вот по совести это конечно стоит затрат больших трудовых ну вот у нас гораздо дешевле мы продаем посмотреть сайт прессе вот ну вот такой некий натюрморт можно сказать вот из наших продуктов это я вот тоже сам снимал а я все саму порой делаю такой ну и вот знаете единственное еще будет такой интересный разделчик мы запускаем тут такой питомник а потом еще по тропическим растениям в случае бананы которые плодоносят они могут быть комнатные они могут быть там в теплицах в зимних садах а вот это отдельная тема потом я посвящу в разделе по сельхозяйственным культурам по органическому земледелию обязательно и этой теме будет мы еще питомник делаем по вот знаете деревьям плодовым и хурма который виргинской минус 40 50 градусов держит абрикосы которые тоже большой минус держит то есть редкие такие породы ну и конечно хвойный питомник потому как я хвойники люблю для зеленения для апельских горок мы в пушкинских горах у меня где к отель для хозяйства очень много и закупали и начиная от семян до уже выращенных растений хвойных десятков видов пород включая кстати там и редкие виды и не только хвойники мы это секвой и секвой дендра и прочее об этом будем обязательно вам тоже рассказывать я буду рассказывать в отдельных видео если будет интересно пишите об этом ну а пока что ж вот вернусь сначала и скажу что вот такую замечательную хренадерку действительно уникальны можно так без скромности сказать это правда таким али эскизила и другие наши соусы и все смотрите у меня вот в прайс листе вот общий прайс лист значит скачиваете его делайте заказ присылаете или приезжайте к нам на ярмарке на выставке или в магазин на беговой который открылся от меня там продают продукцию нашу не всю к сожалению там 1 может 5 6 нашего ассортимента всего но тем не менее для иногородних клиентов очень просто доставкой оплаты нажимаете тут все условия написано видеоролик посмотрите как делается заказ чтобы ошибки не было все очень просто и пожалуйста присылайте нам на нашу почту вот сюда равана собакобики точка ру просто нажатием нажали появляется пишите только обязательно если нагородний чтобы например там бы например город томск например и пишите там дальше фамилии имя отчество и прочее прочее все вкладывайте файл и присылайте нам тоже дорогие друзья если такая вот рубрика интересно что я продолжал по нашим продуктам обычно я вот как вы видели по шоколаду по другим ролики да просто я показывал так сказать сижу вот камера снимает я показываю их но все-таки в увеличенном варианте вот как я пролистываю и что-то рассказываю наверное тоже так интересно и тем более такие фотографии под увеличением наверное это тоже имеет место быть до снятия таких роликов в общем пишите что вы думаете об этом понравился вам ставьте как говорят сейчас это лайки то есть пальчики вверх как я это говорю а если нет и пальчик вниз ну я не знаю чего тут может не понравится какая тут может быть так сказать почему но напишите то я только если поставите вниз почему что вам не так ну вот так что вы кто захочет сами делайте кто захочет можете приобрести у нас высочайшего качества то есть как говорится своим именем я отвечаю за свои продукты всем самого лучшего дорогие друзья до новых встреч до свидания пишите оставляйте отзывы пересылайте другим подписывайтесь на мой канал ю тубе до свидания